Я не планировала строить книжные планы на 2021 год, пока не появилась Алина на канале «Читать нельзя сжигать», которая в своем видео про 12 книжных кирпичей показала 12 толстых книг, которые она намерена прочитать в новом году. Пока я Алину слушала, у меня в голове перед моим внутренним взором возникала то одна, то другая обложка книг, которые я собираюсь читать, которые мне нравятся, которые вот-вот готовы прыгнуть мне в руки. И к концу Алининого видео я так устала от мелькания в собственной голове, что решила провести ревизию и написала список всех тех толстых книг, которые требуют моего внимания, которые меня манят, и которые мне бы хотелось прочитать в ближайшее время. Книг таких оказалось больше 12, но я села и подумала, оставив только 12. Так мы оказались с вами здесь. Оставайтесь в креслах, чтобы разделить со мной обзор 12 замечательных толстых книг, которые я хочу прочитать в 2021 году. Сразу скажу, что это все-таки не планы, которые я обязуюсь перед кем-либо, хотя бы даже и перед собой выполнить, а просто список, список на память, скажем так. Начнем с книги, которую я уже читаю. Это Чарльз Диккенс и его записки, посмертные записки Пикфикского клуба. К этой книге я давно примеривалась, но взялась ее читать только благодаря совместным чтениям у Татьяны на канале «Боксмания». Я читаю его очень неспешно. Я так понимаю, что Татьяна его в течение января будет читать со своими зрителями. Боюсь, что я здорово отстану от всех остальных. Но мне главное было начать. И я очень рада этому случаю. А то у меня дома уже все знают эту книжку, кроме меня. Это винтажное издание, 1984 год, художественная литература. В переводе Кривцова и Лана и с замечательными иллюстрациями Коваленкова. Мне очень нравится, как проиллюстрирован этот текст, потому что картинки в нем, с одной стороны, отсылают к историческим образом Сеймура и Физа, которые первые иллюстрировали записки Пикфикского клуба. Но в то же время, ну, это такие комиксы, которые говорят на нашем языке современном. И они таким еще восьмидесятским обаянием обладают. Вот. И в этой книге регулярно такие вклейки. Одна из зрительниц спрашивала у меня, какое именно издание я взяла читать. Поэтому я так подробно на этом останавливаюсь. Мне нравится это издание. Я почему-то была уверена, что эта книга меньше. А здесь оказалось более 700 страниц. И 100 из них я уже прочитала, потому что я постановила себе читать одну главу в день. Я читаю параллельно сразу несколько книг, и поэтому я решила не спешить. И все делать маленькими шагами и умеренно. Тем более, что текст такой плотный, в нем столько замечательных моментов, которые хочется смаковать. Читать сразу несколько глав, ну, не то чтобы тяжело, а они как-то проскакивают мимо восприятия, уже не так остро чувствуешь обаяние этой книги. А в чем именно заключается обаяние Чарльза Диккенса в Пикфикском клубе? Я скажу. Это в первую очередь и главным образом его подход к юмору, его ирония. Во-первых, там очень много метких, маленьких выражений, которые хочется себе выписывать, цитировать в Инстаграме и запоминать, чтобы потом где-нибудь блеснуть в беседе, потому что они очень смешные. С другой стороны, весь текст построен на такой большой иронии. Он выглядит таким благообразным. Ну, текстом настоящих джентльменов, которые ведут записки своего джентльменского клуба. Но все там сквозит авторской иронией, причем достаточно доброй иронией. С одной стороны, более взрослый, вроде бы, взгляд у автора на всех этих персонажей. С другой стороны, он к ним очень добр. Он их не осуждает за их какой-то местами наивность, напыщенность и приверженность странным идеям и привычкам. Следующая книга — это «Улис» Джеймса Джойса. В феврале я собираюсь присоединиться к проекту «Улис Проджект» на канале Армена Федор. Мне очень нравятся видео Армена Захаряна, в которых он разбирает разные литературные произведения. Зачастую тексты, которые он разбирает, я либо читала очень давно, либо никогда не читала, либо даже про авторов этих не слышала. Но всегда я слушаю это с огромным удовольствием. Это такое вот интеллектуальное пиршество. В течение 18 недель Армен будет комментировать по одной главе в неделю. Я не уверена, что я прочитаю все равно «Улиса». Однако я намерена посмотреть все видео, которые выйдут на канале Армена Федор и хотя бы таким образом к этому тексту прикоснуться. Так, следующее. Следующее — это «Волшебная гора Тома Самана». Я вообще поняла так только опытным путем, что мне модерн очень интересен. Мне всегда нравилось арнуво, все это искусство модерна, и югенштиль в архитектуре, и вообще всякие проявления ардеко и модерна. И в литературе, оказывается, тоже, потому что мне очень нравится «Вирджиния Вульф», и меня манят все-таки Джойс. Мне нравится «Пруст» и «Тома Самана». В «Буденброке» такая легкая книжка, да, считается. А «Волшебная гора» более сложная, но я хотела бы ее в этом году прочитать, тем более, что уже 200 страниц я прочитала. Я бы хотела эту книжку читать, если не в Альпах, то, например, в Кисловодске, в которой я в прошлом году собиралась. Мне нравится искаженное пространство, которое возникает на «Волшебной горе», где находится санаторий для туберкулезных больных. Мне нравится этот подробный, размеренный быт, который в санатории Томас Ман описывает, ничуть не менее детально, чем в «Буденброках». И мне любопытно, к чему автор будет дальше вести. Первые 200 страниц, они были очень медленные, очень погружающие, очень неспешные. И главным образом запомнились мне атмосферы, такой тягучей, изменяющей время, да, на этой «Волшебной горе». Покажу в числе первых опасную работу Конан Дуэлла. Это записки автора Шерлока Холмса, «Маркотовой бездны» и других челленджеров. Когда он был молодым человеком, юным, он отправился на китобойном судне и в Арктике путешествовал. Это очень красивое издание с картами, со скетчами. Вот, я очень люблю дневники. Мне нравится этот жанр, мне нравятся травелоги обязательно. Мне нравится стиль Конан Дуэлла, в котором я уже имела удовольствие познакомиться. Смотрите, как красиво издана такая калька. А тут фоксимильное такое воспроизведение страниц его дневника. И я уже немножко начала эту книгу читать некоторое время назад. И мне нравится и стиль, в котором она написана, и оформление этой книги. Поэтому, может быть, зимой попробую ее прочитать, пока холодная такая обстановка. Цариц у нас. Еще одна вещь, которая либо будет этой зимой прочитана, либо в декабре. Это Осиман «Восемь белых ночей». Здесь Нью-Йорк и любовь под Рождество. Вот, Нью-Йорк мне очень нравится. Мне понравился Осиман. И книгу эту я получила как раз в рождественском новогоднем адвент-календаре от Лены с канала «Once upon a time». Мне хочется с ней познакомиться в этом году. Так, еще одна книга от Лены. Ее я думаю почитать летом, потому что она про Бразилию. Это Франсиш Депонтиш Пибблс, «Воздух, которым ты дышишь». Тоже летом я эту книгу начинала читать. И она мне показалась и очень увлекательной, приятно написанной. И здесь много музыки, самбы. Я начала смотреть видео, в которых играют эту самбу рода и танцуют. Вот эти уличные танцоры, вся бразильская атмосфера привели меня к ощущению совершенно другого способа проживания жизни. Что-то такое, что происходит в другом климате, в другой культуре, на другом континенте, далеком-далеком, каком-то недостижимом, волшебном, о котором, я надеюсь, однажды Лена нам расскажет на своем канале «Once upon a time», поскольку она жила в Бразилии. Ну, то есть вот эту книгу я предвкушаю прямо, потому что уже надкусив ее, я поняла, что она будет очень приятной. Здесь история про освобожденную рабыню, которая дружит с бывшей хозяйкой, и про музыку, про какую-то вот эту дружбу этих женщин. Ну, для меня самое главное здесь не столько это женская дружба или что-то, но вот музыка и бразильский вайп здесь для меня самое интересное. Еще один подарок новогодний – это ночное кино «Мариши Песл». «Мариши Песл» я читала «Проснуться в Никогде», и мне показалось это каким-то проходным, неплохим, но достаточно проходным современным романом с интригой, каких сейчас много выпускают. Но просто все-таки про «Маришу Песл» уходит такое мнение, что она юная, гениальная писательница. И у меня давно на примете и ночное кино, и теория катастроф, но я сначала думала читать их на букмэйте. Они у меня там добавлены, я все время их откладывала, откладывала, не было настроения читать. Но в этом году на Буктюбе несколько раз я встречала ночное кино и узнала из обзоров, что в этой книге очень много таких интерактивных элементов, которые погружают еще больше в это расследование таинственной судьбы и деятельности и загадочных убийств, связанных с выдуманным кинорежиссером Кордовой. И когда я узнала, что эта книга также является вот таким вот еще издательским объектом, арт-объектом, я захотела прочитать ее вживую и попросила у Деда Мороза, и теперь ночное кино переместилось из разряда книг, которые я когда-нибудь, возможно, почитаю в разряд книг, которые я хочу почитать в ближайшее время. Еще одна книга «Новогодний подарок». На этот раз я купила мужу, но тоже хочу прочитать. Книга издательства «Индивидуум». Слово пацана. Роберт Гараев о криминальном Татарстане конца 70-х, начало 2000-х. Роберт Гараев не является каким-то там антропологом, профессионалом, но он был одним из участников этих, о чем здесь речь, криминальных группировок пацанов, которые по понятиям жили, все там крышевали, сражались друг с другом и так далее. В общем, это некое очень большое явление конца 20-го века, которое в России началось, в Казани, но захватило очень многие города. И в Тюмени тоже было что-то родственное вот этому явлению. И уж насколько я была, никак не соприкасалась с какой-то криминальной или пацанской средой по понятиям, но косвенным образом и меня это тоже коснулось. В моей реальности тоже были отголоски этого явления, поэтому мне интересно почитать. Тем более, эта книга обещает быть достаточно легкой и приятной в чтении, потому что это огромное количество свидетельских показаний, что называется. То есть люди, которые участвовали в группировках, были вот этими самыми пацанами 90-х, как я их называю для себя, они рассказывают о том, как устроены были эти группировки, какая там внутри была иерархия, каких-то не придерживались ценностей, как они отстаивали свою территорию, что там именно происходило, как они потом стали в бизнес входить, как они соприкасались с силовыми структурами, как там строилась вся эта коррупция, которая поддерживала их существование. Все это тут обещается. Так, Хания Янагихара «Маленькая жизнь». Эту книгу мне подруга подарила несколько лет назад. С одной стороны, она такая охваленная, какая-то знаменитая, типа это какая-то культурная виха в наше время. И мне любопытно с ней познакомиться, тем более, что она прямо в руки мне пришла. С другой стороны, духа у меня ее читать никогда не было. В этом году я услышала про нее много отзывов, в том числе таких охвалебных, хороших, но в то же время подтверждение о том, что эта книга непростая. Поэтому не знаю, как я ее буду читать, но в качестве такого личного челленджа я ее внесла в свой список. Меня все-таки очень стимулирует читать книги, которые у меня есть на бумаге, чтобы они не теснились на полках и те, с кем нам суждено расстаться, отправились дальше. А уж те, которые мне понравятся, то заслуженное свое место заняли. Вот еще одна книга, которую я в подарок себе выпросила несколько лет назад. Друг мне подарил такой увесистый томик. Это Дмитрий Бавильский. Книга называется «До востребования. Беседа с современными композиторами». Ее издательство Ивана Лимбаха выпустило аж в 2014 году. В то время, когда я ее заказала и захотела, я работала обозревателем культурной жизни в интернет-газете городской. Я ходила на концерты, на пресс-конференции, в филармонию. В одном из концертов программа была составлена из произведений современных композиторов. И меня это все очень заинтриговало. А на Бавильского я была еще подписана в ЖЖ. И когда я увидела, что у него вышла такая книга, мне захотелось, конечно, ее почитать. Так никогда я не прочитала. Я подумала, что, может быть, даже если я ее не прочитаю всю в этом году, хотя бы начать с ней знакомиться, было бы интересно. Это такое упражнение для мозгов, я так воспринимаю. Сейчас у меня практически никакой пользы в этой книге нет, потому что я и не пишу про это, не исследую этот вопрос. Вообще очень мало музыки классической, ну, в смысле, такое, академической слушаю сейчас сама. Но, однако, какая-то привлекательность в этой книге все-таки есть. Так что это будет такой крепкий орешек в этом году. Ага. Ну, 11-ое покажу имя Ветра Патрика Ротфуса. Это фэнтези, который тоже все очень хвалят. Купила я его когда-то по наущению Тута Геллс. Как-то настроения читать у меня до сих пор не было. А все-таки, ну, не знаю, вот я как-то ее, я решила тоже внести в этот список из вредности, чтобы напоминать себе о ее существовании, потому что что-то с ней надо порешать. Оставлю я себе или не оставлю, надо это понять. Таким образом, у нас 10, 11 книг на бумаге. И одну еще книгу я назову в электронке. Это Гарри Гаррисон «Запад Эдема». Вообще, это трилогия, там еще другие, есть еще два других названия. Я начала эту книгу читать, она меня очень увлекла. Я прямо с первых страниц погрузилась в эту историю с большим удовольствием, отложила ее только по каким-то вот таким бытовым, чисто причинам. И хочу дочитать ее тоже обязательно, потому что она мне понравилась. Это фантастика, типа альтернативная история. Но альтернативность этой истории начинается с того момента, как метеорит прилетел на Землю и, как предполагается, погубил всех динозавров. Когда прилетел метеорит, динозавры были самой развитой формой жизни на Земле. И если бы он не прилетел, то динозавры бы развивались, развивались, развивались и стали, и могли бы, предполагает Гарри Гаррисон, стать высокоразвитой цивилизацией. И вот в его книге в какой-то момент «История Земли» параллельно существуют два разумных вида жизни. Это рептилоиды и млекопитающие. Рептилоиды более развиты, потому что они раньше начали свой путь. И то, как их мир описывается, какие технологии они применяют. Это мне показалось настолько остроумным, каким-то увлекательным, интересным, настолько неожиданным. Я никогда ничего такого не читала. Хотя что-то подобное может быть где-то в кино фантастическом нам и встречалось, но вот в книгах мне такое не попадалось никогда. И настолько Гарри Гаррисон выживается во всю эту цивилизацию рептилоидную. Так он интересно всё это показывает, изобретательно. Мне бы хотелось больше рассказать про эту цивилизацию, просто потому что поделиться такими остроумными ходами, которых он использует. Но это будет спойлером. На мой взгляд, хотя я против самого понятия спойлера в книгах, но в данном случае очень важно мне было входить в эту книгу, не совсем понимая, что происходит, потому что поначалу я смотрю на мир глазами главной героини и не понимаю, по сути, кто я. Я помещаю ту информацию, которую мне дает автор, скудную, в свою привычную картину мира и из неё дальше исследую как бы предлагаемый мне фантастический мир. Но чем больше я его исследую, тем больше я понимаю разницу между тем, как живу я и как живёт героиня, о которой там идёт речь. Кстати, немаловажный факт, который мне кажется тоже очень любопытным, то, что в мире рептилоидов царит матриархат. Это, мне кажется, тоже очень любопытно такой структурой, которую интересно будет поисследовать. Ну и просто там такой захватывающий, увлекательный и масштабный текст о том, как выглядит цивилизация рептилоидов, на каком уровне находится цивилизация людей и как они постепенно из-за климатических изменений вынуждены мигрировать и узнавать о существовании друг друга. Такие 12 книг я выбрала для того, чтобы рассказать вам сегодня о своих желаниях читательских на 2021 год. Книг, которые мне хочется почитать, в том числе толстых книг, конечно, гораздо больше, но этот марафон 12 книжных кирпичей дает какие-то ограничения разумные этому видео. Расскажите о том, какие большие книги вы бы хотели прочитать в 2021 году, причем я думаю, что книги могут быть не обязательно толстыми, но важными, значительными, большими для вас. Спасибо за то, что провели время со мной, спасибо за ваши комментарии и лайки. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok